МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но, честно говоря, я мало что знаю. И я нашел себе помощника. Ну-ка, иди сюда. Задание выполнено. Все готово. Рассказ первый. Наш первый рассказ о серпе и молоте. Об эмблеме, которая родилась еще на заре советской власти. Республике Советов меньше года. Идет гражданская война. В стране разруха, голод. И вот в эти очень трудные дни советское правительство издает декрет. Подготовить декорирование города в день 1 мая и замену надписей, эмблем, гербов новыми, отражающими идеи и чувства революционной трудовой России. Многие московские художники взялись за выполнение почетного задания Ленина. Одну из бригад возглавил Евгений Иванович Камзолкин. Он должен был придумать эмблему, которая говорила бы о нерушимости союза рабочих и крестьян. Несколько вариантов создал Евгений Иванович, прежде чем в одной эмблеме, естественно, сплелись рабочий молот и серп, которым крестьянская Россия испокон веков жала пшеницу и рожь. Именно серп и молот стали с тех пор символом советской власти. А 60 лет назад серп и молот вошли в герб Союза Советских Социалистических Республик. Молодец! Что у нас там дальше? Золотые ворота. Ну и ну! Где же это видано, чтобы ворота из золота делали? Повторяю, золотые ворота. В центре Киева, неподалеку от знаменитого Софийского собора, еще недавно можно было увидеть вот такие развалины. Остатки городских ворот. Эти ворота назывались золотыми, может быть, потому что их створы, как предполагают ученые, были обиты листами золоченой меди. В далеком 11 веке вокруг Киева высилась крепостная стена. И золотые ворота служили главным въездом в город. Это было выдающееся по тем временам неприступное сооружение. Известен даже случай, когда осаждавшие Киев кочевники просто не решились идти на штурм со стороны золотых ворот. Кропотливая работа археологов и архитекторов. И вот в золотоворотский сквер пришли строители. Сегодня замечательный памятник зодчества Киевской Руси восстановлен. Вот таким он был. Видите, как органично-каменная кладка золотых ворот соседствует с бревенчатым выступом боевой площадки. Теперь это не только отреставрированный памятник старины, но и один из киевских музеев. А что же древние руины? Они бережно сохранены, спрятаны от разрушительного действия дождя и солнца, но открыты глазам тех, кто приходит сюда поделиться таланты и умению наших далеких предков. Молодец! Давай дальше! Про муравьёв! Ха-ха! Ну чего ж здесь интересного! Этих кусачек в лесу! Муравьи водятся не только в лесу! Да, и безжизненные пустыни Средней Азии обжили эти трудолюбивые насекомые. Муравьи-жнецы. Почему их так назвали? Но об этом немного позднее. Вы, конечно, видели лесной муравейник-пирамиду. Искать такую пирамиду в пустыне не имеет смысла. Муравьи здесь живут в гнезде, вырытом в песке. В беспорядочном, на первый взгляд, передвижении муравьёв есть свой строго отработанный порядок. Они ищут еду. Как? Давайте проведём эксперимент. В стороне от гнезда насыпем зерно. Осторожно пометим муравья. Смотрите, это разведчик. Лакомая пища обнаружена. Остаётся передать добытые сведения сородичам, рабочим муравьям. Несколько минут, и горки зерна, как не бывало. Муравьи-жнецы. Сейчас вы поймёте, почему у этого вида такое название. Собирая свой урожай, муравьи нередко превращаются в настоящих жнецов. Какой-нибудь миллиграмм весит муравей. Но это невероятно сильные насекомые. Учёные подсчитали, если бы человек был так же силён, он легко смог бы один поднять, ну скажем, рояль, на девятый этаж. Через месяц солнце окончательно выезжает в пустыню. Но запасов, которые сделали муравьи-жнецы, им хватит до новой весны. Над этим колесом и в самом деле стоило поломать голову. Родилось оно в сибирском городе Братске. А руководит работами по созданию необычных колёс Игорь Александрович Бескин. Надутая камера, опоясанная гибкой металлической лентой, не повреждает почву. В условиях Сибири, где след гусеницы трактора не зарастает много лет, это очень важно. Лёгкое и эластичное колесо принимает на себя все неровности бездорожья и хорошо с ними сцепляется. Вездеходу с такими колёсами не страшны ни сугробы, ни осенняя грязь. И в воде эти колёса не только не дадут вездеходу утонуть, но и позволят ему развить скорость до сорока километров в час. А Игорь Александрович вместе со своими учениками придумывает всё новые и новые конструкции. Правда, забавно было бы прокатиться когда-нибудь на машине с такими вот почти квадратными колёсами. Во всяком случае ясно, изобретать колесо не такое уж бесполезное занятие. Конечно, знают дети, ещё не всё на свете, и это очень грустно, приходится признать. Но было бы, но было бы желание, придут к тебе, придут к тебе и знания, за это вам ручается. Журнал «Хочу всё знать».